ДИКТОР 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 смиксованная с каким-то новогодним голубым огоньком, 15-минутным, концовка голубого огонька. То есть я быстро это делаю? Да. И в записи я вставляю без 15. Или сколько там я отсчитываю точно, и диджей у меня включает, и все, не придерешься. Мы корпоративили примерно столько же лет назад, в общем, давно. И для меня это было всегда тоже по 15 заказов, суета какая-то, ты в машине переодеваешься. А я была, ну, я сама редко танцевала на таких мероприятиях. Я в основном была организатором и водителем, и директором. И я помню, что девчонки переодевались сзади, и я им раздавала мандарины, потому что некогда поесть водичку. И вот эта вот кутерьма, мандарины. Потом у меня сломалась машина, мы заехали к моим знакомым. Он зачем-то нам подарил веники какие-то банные. Ну, этот автомеханик у меня там один и тот же, 20 лет уже. И мы с этими вениками, они тут в каких-то юбках, тут эти веники торчат, тут мандарины. И вот для меня это ассоциация с новогодними корпоративами. Слушая твою историю, могу сказать то, что у танцовщиц, у артистов, выступающих на корпоративах, у них совсем другая жизнь и другое видение самих этих праздников, нежели там у нас. Мы-то вот приехали, мы переоделись, переобулись, и вот они, все, мы. А у них эта дорога, у них же как гастроли, ежедневные гастроли. И большую часть они проводят в дороге и в коморке. В коморке, да, да. То есть сам праздник у них трехминутный. Вышли, вот-та-та-та-та-та-та-та-та. Я всегда стараюсь вот в новогоднюю ночь лететь домой. И как-то я... У меня есть приятельница, она такая из настоящих москвичек, как их описывают обычно люди, такая пафосная. Принцесса на Ягуаре. И когда она куда-то приходит, говорит, ну вы что, куда меня привели? Ну что это такое? Ну такая она. В Словении, в Риме встречать Новый год. А тут ей попало ко мне в деревню, у нее мама живет в деревне. И мы ее нарядили, фуфаечку, валенки, в калошах, все нормально. Спустили с горки на жопе. Она была такая счастливая. Прошло лет семь, и она мне до сих пор пишет, что это был самый счастливый Новый год. В общем, для меня Новый год – это вот такая история. Но рассказать я хотела другую. Как-то пару лет назад я тогда в Москве жила и не имела возможности прилететь, потому что второго, уже была 2 января работа. В общем, мы решили встречать на улице, но не на Красной площади, а на Тверской, это прямо рядышком. Много тысяч людей, огонечки, клоуны, аниматоры, медведи. Все ходят, обнимаются. Какая-то такая классная кутерьма новогодняя, и у них были канатоходцы. И они дефилировали туда-обратно, и это все очень захватывает, потому что высоко площадь. Там, если упадешь, разобьешься насмерть однозначно. Они в каких-то красивых костюмах. И вот очень такая маленькая девочка выполняет программу и срывается, и зацепляется чем-то там руками, ногами, и начинает переворачиваться. А мы понимаем, что это страшно. И вся площадь, много тысяч человек просто замерли и смотрят на эту девочку. Там уже начинает президент что-то на экране говорить. А мы тут все с этой девочкой. Тишина. И уже к 12, ну всем совершенно безразлично, жива бы осталась. И в этот момент, то есть, вылетает к ней туда на канатную дорогу ее молодой человек, тоже канатоходец, но, вероятно, они встречались. Он понимает, что 12 они встретят порзань, и вот она, кверх ногами, он где-то там, прилетает и начинает ее целовать. Представляете, бьют куранты, они целуются, встретили вот на этой веревочке Новый год, и вся толпа просто плевать на куранты, плевать на президента, все там. И такое единение, и они дали как раз вот какую-то такую мощную волну энергетики, все начали обниматься, какие-то посторонние люди фотографироваться. Это так было... Так мило, так приятно и хорошо. В общем, вот, вот такая история. Это было 15-20 лет назад, я тогда был молод, красив, голубоглазый блондин, и я работал на местной радиостанции, которая называется Н-Радио. Тогда не было интернета, и тогда вес у радиостанции был гораздо выше. Тогда я был студентом, разумеется, денег, как всегда, не хватало, нужно как-то было крутиться, мы тогда только-только начинали видеть мир открытыми глазами, только-только начинали вести какие-то мероприятия, корпоративы и так далее за копейки. И нужно было в новогоднюю ночь, конечно, как-то подзаработать, где-то раздобыть дополнительные доходы. И мы выкручивались как могли. Радиостанция находилась в не самой престижной, в не самом престижном общежитии города Оренбурга, и на пятом ложе, и в предновогодние дни, а там было много общежитий в этом райончике, в предновогодние дни, как-то само собой случилось, что все жители общежития выстраивались в очередь для передачи приветов на нашей радиостанции. То есть я сидел в эфире, какая-то вторая девочка или мальчик, который там до меня работал или после, принимал заявки. Разумеется, не за бесплатно. Жители общежития. То есть была живая очередь, как в Кремль. И принимали заявки за 50, я не знаю, за 100 рублей уже сейчас не вспомню. И вот таким вот образом зарабатывали себе. А это так романтично. Я помню, когда первый раз передали, я была такая счастливая. У меня про подарок. Мы когда были студентами молодыми, как все студенты, бедными, у меня был поклонник, очень романтичный юноша. И он всегда уделял какие-то знаки внимания, старался с цветочками прийти. Мне было непонятно откуда, потому что у студентов много денег не бывает. И вот он всегда на какой-то праздник приносил цветочки, а на Новый год принес мне сережку, у меня был тогда нос проколот. Мою любимую, которую я хотела, он где-то там ее нашел. Потом, как оказалось, через какое-то время он сдавал кровь, чтобы цветочки, подарки купить. А когда покупал сережку, он сдал слишком много, чтобы хватило, упал там в обморок. Это мне было через... рассказано потом... В общем, попозже я об этом узнала. Для него это был такой вот... Я говорю, это так символично, что человек готов последнее, в прямом смысле слова, сдать себе, чтобы подарок подарил. И сегодня мы нашли этого парня. Встречайте! Хотел бы я сказать, но нет. А было бы здорово, да? Да. По поводу Деда Морода Снегурочки, это не моя история, это история моих знакомых. И мне очень понравилось, такой заказ был у них в прошлом году. Значит, они пришли в дом, вошли в открытую дверь, подошли к елочке. Это было в ночной тишине, уже все вечер поздний, по 31 декабря, возможно, 30-е. И положили подарочек под елочку, сели отдохнуть, потому что устали, на оленях приехали и начали обсуждать, какие хорошие, допустим, Дима и Маша, живущие дети, живущие в этом доме, какие нехорошие, как они провели этот год. Слушали ли они маму или папу, они обсуждали, вспоминали, обсуждали, что они заказывали письмо, читали письмо. А в это время, на втором этаже, Дима и Маша смотрели все это за тумбочкой, не знаю, там под одеялом, и все это наблюдали. Мурашки по коже. Классно. Классно. Вау-вау, просто. Я желаю свободы. Свободы в проявлении, в ощущении себя, чтобы жизнь была чуточку счастливее, свободнее, легче. Я желаю, чтобы все было просто, прямо вот по наитию, как сейчас модно говорить. Субтитры сделал DimaTorzok